Здравствуйте! В эфире программа у книжной полки, ее ведущая Наталья Козынцева. На судьбу каждого народа, каждого государства оказывают огромное влияние разного рода обстоятельства. Политические, географические, природные, общественные, культурные. Но в русской истории существует еще одна особая причина, определяющая нашу судьбу. Это чудо. «Спасение Москвы и всей русской земли от нашествия Тамерлана в 1395 году было чудом, которое явила Божья Матерь, откликаясь на молитву москвичей. Что предшествовало этому значимому для нашей страны событию, оставившему глубочайший след в духовной и исторической жизни всего русского народа? При каких обстоятельствах произошла знаменательная встреча Владимирской иконы Божьей Матери, с которой связывают победу русских войск над войском Хана Тамерлана? Об этом рассказывает книга, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве Сретенского монастыря и называется «Заступница русской земли» о Сретении Владимирской иконы Божьей Матери. Как отмечает автор данной книги, за тысячелетнюю историю нашей страны не раз происходили поразительные события, определявшие быть или не быть русской земле, сохранится ли Русь для будущего в веках или уйдет в небытие, останется только в древних летописях. Одним из таких исторических моментов был август 1395 года. Уже более полутора веков продолжалась на Руси жестокая татаро-монгольская ига. Будущее величествито и известная всему миру столица, Москва, тогда представляла собой лишь небольшой город, но именно с ней самые мудрые и проницательные люди связывали надежды на процветание и величие православной Руси. Московские князья, как и правители других русских земель, были покорными данниками Тахтамыша, хана Золотой Орды. Но все же Москва занимала особое положение среди других удельных княжеств. Из поколения в поколение потомки умного и дальновидного московского князя Ивана Калиты укрепляли город, и постепенно, делая его настоящей военной крепостью, собирая вокруг Москвы родичей из соседних княжеств, терпеливо накапливали силы для великих будущих свершений. Незадолго до поразительных событий, о которых и рассказывает эта книга, русское войско во главе с московским князем Дмитрием Донским в Куликовской битве впервые разбило армию одного из татарских ханов – Мамая. Но вскоре после этой победы хан Тахтамыш захватил и безжалостно сжег Москву. Казалось, он добился своей цели. Показал всем, кто настоящий хозяин на русской земле. Но разгром Москвы был далеко не полным. Вскоре город был вновь отстроен и стал еще краше, чем прежде. Как отмечает автор, Тахтамыш не препятствовал этому. Ему было выгодно порабощенное, но все же зажиточное княжество, способное платить немалую дань своему повелителю. А Москва уже долгие годы была самым богатым городом на Руси – драгоценным камнем, украшавшим шапку Тахтамыша. Из этого княжества поступали основные доходы в ханскую казну. После этого разорения прошло 13 лет. Москва окончательно возродилась. Внешняя покорность хану и уплата даний предохраняли город от ордынских погромов. Но и орда к тому времени еще более крепла. Настолько, что Тахтамыш дерзнул бросить вызов самому могущественному и грозному властителю того времени – Тамерлану. Хан Тамерлан основал свою империю на огромных просторах Азии. Из истории мы знаем, что за всю жизнь этот полководец, которого считают самым жестоким и беспощадным завоевателем во всей мировой истории, не потерпел ни одного поражения. Им были покорены могущественная Аттаманская империя, Персия, Ирак, Армения, Азербайджан, Месопотамия, Грузия, Индия, Сирия, «Крепости и города латинских рыцарей». Что же касается его жестокости, то она была поистине ужасающей. На знаменитой картине русского художника Верещагина «Апофеоз войны» изображен огромный холм, сложенный из человеческих черепов. Именно такие памятники для устрашения врагов оставлял после себя железный хромец, так называли Тамерланы-современники. То, что хан Тахтамыш бросил вызов Тамерлану, говорило не только о его дерзости, но и о слепой гордости и человеческой глупости, за которую он скоро страшно поплатился. Тем более, что Тахтамыш был одним из любимцев Тамерлана и долгие годы пользовался его покровительством и поддержкой. Но для Руси этот предательский поступок глупого ордынского хана означал ничто иное, как смертный приговор. Вслед за Тахтамышем его вассалы, русские князья, оплатившие дань, направляющиеся на ведение войны против армии Тамерлана, в одночасье стали обреченными на смерть лютыми врагами железного хромца. Летом 1395 года Москву поразило страшное известие. К городу неотвратимо надвигалось громадное воинство Тамерлана. Смертельная опасность нависла не только над городом и его жителями. Неминуемая гибель Москвы означала бы конец всех надежд на возрождение русского государства. Это очень хорошо понимали лучшие люди того времени, и среди них московский митрополит Киприан. Этот необыкновенный человек сегодня почти забудет в памяти потомков. Но немногие люди в нашей истории сыграли столь выдающуюся роль в становлении русской церкви и государства. В то страшное лето 1395 года войска Тамерлана, сжигая один русский город за другим, достигли города Ельца. Безжалостно разорили и сожгли его, и расположились неподалеку к громадным лагерям. Через несколько дней эта же участь ждала Москву. Русский историк Карамзин писал о тех днях. Весть о нашествии сего нового Батыя привела в ужас всю Россию. Сын Дмитрия Донского, молодой московский князь Василий, правивший в те годы в Москве, вышел навстречу неприятелю со своей небольшой дружиной. Провожая войско, москвичи заранее оплакивали воинов. Все понимали, единственное, что могут сделать смельчаки, героически погибнуть в бою с армией Тамерлана. Многократно превосходящей их численностью и опытом. Казалось, для Руси не остается никакой надежды на спасение. Но когда иссякает последняя надежда на земную помощь, упование христиан обращается к помощи небесной. По призыву митрополита Киприана все жители Москвы встали на молитву и наложили на себя строгий пост. А в город Владимир митрополит направил посольство за Великой Святыней, чудотворной иконой Божьей Матери, еще в древние времена привезенной из Царьграда. В дальнейшем эту икону будут называть Владимирской. Русские люди уже не раз получали благодатные силы и помощь, обращая свои молитвы к этому святому образу. Крестным ходом, с молитвами и пением, под жарким летним солнцем чудотворная икона Божьей Матери приближалась к Москве. И вот, наконец, 26 августа показались стены Кремля. Навстречу иконе устремились толпы горожан во главе с митрополитом Киприаном. В московском предместе, именуемом Учково поле, произошла встреча. Как повествует летопись, «Москвичи упали на колени перед образом Пресвятой Богородицы и зарыдали, молясь простыми, но такими понятными для всех словами, «Матерь Божия, спаси землю русскую!» Мы не знаем, отмечает автор, сколько времени продолжалась эта горячая молитва. Но достоверно известно, что произошло в ту ночь с Таней Тамерланом. Непобедимый завоеватель спал в своем шатре. Внезапно все вокруг него озарилось ослепительным светом, и в лучезарном сиянии перед ним предстала величественная жена. Она грозно обратилась к Тамерлану и повелела оставить московские пределы. Что произошло в уме и в сердце хана в те часы? Мы можем только гадать об этом. Но на утро Тамерлан внезапно принял решение остановить поход на Москву. Он повелел развернуть войска и, не приближаясь к беззащитному городу, направил их на юг. Москва была спасена. На Кучковом поле, на месте встречи и молитвы перед чудотворной иконой, митрополит Киприан основал Сретенский монастырь. Назван он был особым образом, в честь встречи, по-славянски Сретене Владимирской иконы Божией Матери. А тот знаменательный день, 26 августа или 8 сентября по новому стилю, навсегда стал одним из самых любимых праздников православной Руси. Более шести веков люди приходят в Сретенский монастырь, в эту особую, столь памятную для нас обитель Божией Матери. Здесь, вспоминая те давние события, православные христиане с благодарностью и надеждой обращаются к заступнице русской земли. Ведь те, кто от всего сердца благодарят Пресвятую Богородицу, не могут не чувствовать Ее помощи и материнской любви ко всем нам. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с Вами, я напоминаю, что новинки православной литературы Вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю Вам приятного и полезного чтения. Всего Вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok